Психосоматика в эндокринологии Иван Иванович Дедов, его первое выступление замечательное, он высказал предположение, что все эндокринные заболевания, кроме тяжелой генетики, они начинаются со стрессов. На фоне стрессов, конечно, эпигенетической уязвимости, у всех она индивидуальна, возникают функциональные сбои всех органов и систем, и у нас организм един. Эти сбои происходят и в эндокринной системе, как реакции на стресс, так же и психика реагирует на стресс. И практически вот это взаимное влияние запускает при любом эндокринном процессе, эндокринном заболевании и психосоматические составляющие. Только в одних случаях это бывает в доминировании, в других случаях как коморбидность. Это все зависит от вот этого континуума, насколько болезнь глубоко уже запустилась, развилась. Все-таки психосоматика, как она проявляется, что она из себя представляет? Психосоматика это функциональные нарушения эндокринной системы, которые как бы донозологические. То есть вот нету еще эндокринного заболевания, если мы говорим на начальных этапах психосоматики. Но есть какие-то гормональные нарушения. Может быть, кратковременные реакции гипергликемии, гипогликемии, повышение пролоксина, гиперпролоксинемии. Ну, самое такое распространенное это реакция на стресс, это вот гиперкортизолонемия, да, кортизол повышается. Также стресс-зависимые нарушения, ну, всех органов эндокринных, да, начиная с щитовидной железы, да, вот эта лоббильность тереоидных гормонов, когда нет еще ни гипотериоза, ни териотоксикоза, и эндокринологам сложно подобрать гормональную терапию. Потому что назначается один препарат, да, и, как бы, нет того ответа, который должно быть, да. И вот именно мы смотрим, что симптомы есть такие субклинические неустойчивого настроения, там, какой-то тревожности незначительной, да. Люди даже в обыденной жизни могут не замечать, там, где-то устали, где-то думают, что от нагрузок, как бы, да, сон нарушается. А на самом деле, вот уже вот эти функциональные сбои организма, они уже запущены, и важно на этой стадии оказывать помощь нашим пациентам. Тогда мы можем вернуть их в здоровье, да, вот это очень важно, чтобы наши пациенты обращали внимание на свое здоровье вовремя. А есть ли какая-то специфика эндокринологического, психосоматического влияния на пациентов с эндокринологическим заболеванием в период беременности? Есть ли какая-то специфика, если есть в чем? Ну, во время беременности вообще идет, как бы, да, вся гормональная перестройка и доминанта, как бы, идет на ребенка. Ну, если мы берем современную женщину, да, которая там, ну, и работает, и, может быть, даже не на одной работе, и какие-то, так сказать, дополнительные нагрузки, плюс еще семейные ситуации, внутрисемейные, да, бывают дисгармоничные взаимодействия, то, соответственно, это все сказывается на ее здоровье, и даже, ну, вот в современном мире накопился опыт, когда разрешено некоторые, ну, современные, как бы, антидепрессанты, да, применять во время беременности, потому что вот эта эмоциональная стабильность и отсутствие тревоги намного лучше, чем когда, ну, беременные женщины в стрессах оказываются без помощи. А есть ли специфика психосоматического влияния на пациентов с эндокринной гинекологической патологией, в чем она заключается? Это вот как раз стресс-зависимые нарушения репродуктивной системы, да, вот как раз сейчас у нас был симпозиум, посвящен психосоматике эндокринной гинекологии, значит, доклады были по стресс-зависимым нарушениям менструального цикла, да, практически они начинаются с пубертата, и наши, так сказать, молодые люди сталкиваются с первыми социальными стрессами, да, это вот экзаменационные, тестовые вот эти стрессы, когда тревога нагнетается со стороны учителей в школе, родителей, там, да, то есть здесь стресс даже не сами экзамены, а как вот такая атмосфера, да, окружение, атмосфера вокруг, да, это и дети в дистрессах находятся. И вот эти сбои, ну, вот в истории мы, как бы, читаем, что есть менраи военного времени, да, и практически дети, вот они из пубертата страдают вот этими, ну, эмоциональными нарушениями репродуктивной системы, ну, вот как на уровне военного времени, да, то есть это надо понимать, что, ну, насколько современная жизнь, современная жизнь трессогенно, да, и дети настолько загружены учебой, что у них просто нет времени или силы поддерживать свое здоровье в норме, а это что? Это регулярное питание, да, это физические нагрузки, да, чтобы, так сказать, ну, вот это психоэмоциональное напряжение, да, из тела убирать, да, это полноценный сон, там, выучил, не выучил, ну, ты выспишься, ты потом все вспомнишь, ну, то есть здесь очень много таких вот аспектов, когда надо, ну, не только с юными пациентами, как бы общаться, но и с целой семьей, и с их родителями, и, конечно, очень хотелось, чтобы и у родителей было больше доверия, да, ну, как бы обращаться вот к врачам-психотерапевтам, психиатрам, как правило, они боятся, что их будут осуждать, что они не так воспитывали, хочется их убедить, что нет, мы никого не осуждаем, да, кто мы такие, чтобы осуждать, мы просто анализируем сложившуюся ситуацию и помогаем всем выйти из стресса, потому что семья – это система, да, если ребенок или кто-то из какой-то член семьи болеет, да, то, соответственно, болеют все, вот так же, как с ростами приема пищи, да, по типу переедания, если какой-то член семьи с ожирением, ну, надо всем оказывать помощь, потому что, возвращаясь обратно в здоровье, да, ему надо поменять всю систему, и здесь может быть сопротивление, да, то есть вот здесь эндокринная система так устроена, что сбой в одной системе ведет к сбой в других системах, поэтому, рассматривая репродуктивную, там, гинекологию, да, мы сталкиваемся с психосоматикой, вот, да, репродуктивной системой, мы сталкиваемся с боями во всех сферах, на почечнике, щитовидная железа, жировой обмен, то есть вот здесь все надо корректировать, поэтому очень важно расширять междистеминарное сотрудничество. Удивительно, что, ну, это на самом деле целый мир, не могли бы вы, пожалуйста, проиллюстрировать пример влияния психосоматики при гирсутизме? Да, вот очень интересный клинический пример, если интересно, да, здесь присутствует пациентка, значит, у нее на фоне хронических стрессов, дисгармоничных отношений в родительской семье, значит, вот возник гирсутизм, при этом гиперэндергении нет, то есть тестостерон в норме, да, то есть она старается преодолевать все стрессы, и вот это подавление негатива, да, оно идет через психосоматику, да, и вот на, как бы, есть, конечно, гормоны стресса гиперкортизол, потому что у него есть лишний вес, то есть на гиперкортизоле лишний вес есть, да, но переедание там, ну, минимально, здесь больше, вот, так сказать, идет отреагирование вот этого внутреннего напряжения через вот, это такое несистемное воспалительные процессы, да, на которых, как бы, вот гирсутизм не андрогензависимый, то есть он считается идиопатическим, но надо сказать, что большинство идиопатического, это чаще всего психосоматическое, потому что здесь четко прослеживается связь со стрессом. Вы сейчас находитесь в междисциплинарной команде, недавно созданной в структуре, Центра эндокринологии, Центра лечения, профилактики метаболических заболеваний и ожирения. Вот насколько вас требована среди пациентов ваша компетенция, особенно в ситуации расстройств пищевого поведения. Когда мы сталкиваемся с ожирением, да, которое возникло вследствие расстройств приема пищи, мы, ну, как бы, это рассматриваем как вот, ну, психогенное ожирение, условно говоря, да, что это четко связано с психопатологией, потому что расстройство приема пищи по типу переитания, это, ну, не просто само по себе, да, это симптомы, которые включены в основные какие-то психические расстройства. Чаще всего это депрессии. Более 70% это депрессивные расстройства. И дальше уже идет по убывающие тревожно-депрессивные, обсессивно-компульсивные, соматизированные, когда там заедают всякие боли, да. Поэтому, конечно, если рассматривать расстройство приема пищи, то обязательно нужна консультация врача-психиатра, психотерапевта, да. И для того, чтобы восстановить силы, да, стрессоустойчивость, потому что без лечения нет у пациентов сил, потому что чаще всего переедание, оно на апатии, да. Да, вот нет сил, неосознанно хочется, как бы, да, побольше съесть, чтобы эти силы появились. И их не надо ругать. Это не то, что эти пациенты, ну, ленятся или там, как бы, да, не знают, как правильно питаться. Это как любой, условно говоря, пищевой невроз, он происходит по механизму неосознанного отреагирования, да. Да, поэтому для того, чтобы его вернуть в здоровье, ему нужны силы, а сил у него нет. И как раз вот именно лечение психофарматерапии, которую назначает, да, психиатр, да, дадет эти силы, чтобы были, была возможность и правильно питаться, и регулярные физические нагрузки выполнять. То есть, потому что просто остановить его и сказать, вот сейчас ты живешь как нужно, не получится. Его надо именно вылечить из того состояния, как бы, в котором он тяжелым находится. Это хроническое заболевание, да, и понятно, что быстро не будет, если он там годами, десятилетиями, да, болеет. Но вернуть его реально, просто здесь ни один специалист в одиночку не справится, да. Поэтому нужны такие межрисциплинарные команды, чтобы, так сказать, со всех сторон пациенту помогать вернуться в здоровье и там остаться. Да, здесь мы не говорим о том, что надо быстро похудеть, да. Вот, здесь нужно именно вернуться в здоровье, но больше поработать над тем, что уже запущено в болезненном процессе, да. Да, и опять-таки, для этого нужны ресурсы. А он истощен, да, и не в состоянии без врачебной помощи справиться. А как это распространено, в принципе, сейчас? Насколько выявляемость этого заболевания повысилась? Или, может быть, чаще стали обращаться люди за помощью с нарушением питания, с нарушением поведения при питании? Ну, ожирение сейчас это не инфекционная пандемия. И печально, что возрастает в молодом возрасте. Сейчас уже дети, да, несовершеннолетние, как бы, болеют ожирением, морбидным ожирением. Сахарный диабет появился, так сказать, на фоне ожирения. Поэтому, конечно, с одной стороны, это очень распространенная проблема. Но, с другой стороны, еще не все готовы принимать помощь врача-психиатра-психотерапевта. Не у всех укладывается, как эндокринные заболевания, они приходят со следствием, да. Но не все готовы, как бы, признавать, что здесь нужен врач. Что причина где-то в голове. Да, да, что, ну, как бы, нужен врач именно по ментальной здоровью. Потому что, ну, вот как, это эндокринное заболевание, да, ожирение или сахарный диабет второго типа. Ну, разбирайтесь, эндокринологи. Да, а эндокринологи тоже нуждаются в беждисциплинарном взаимодействии, да. Уже подключили даже бариатрических хирургов. Те, конечно, ну, тяжелой формой борбидного ожирения, диабета, как бы, хирургическим путем, как бы, правят. Но вот это вот именно оставаться в здоровье, это и решать те психические проблемы, которые были изначально, все равно нужно независимо, есть операция или нет операции. То есть, по-любому от этого не спрятаться. И вот здесь очень важно доносить, что необходимо, как бы, в междисциплинарном сотрудничестве, да, популяризировать врача-психиатра, врача-психотерапевта, потому что это очень важно. Насколько сейчас настроено это междисциплинарное сотрудничество и какие у него перспективы развития? Чего хотелось бы, чего не хватает, может? Оно очень молодое, да, оно только начинает развиваться. И всегда, когда что-то начинается, да, до конца, может быть, непонятно диапазон каждого специалиста. Да, тут еще предстоит, вот, так сказать, прикладывать усилия для дальнейшего развития, да, вырабатывать четкое, ну, понимание, как бы, значимость каждого специалиста. И поэтому очень хорошо, что эта структура, как бы, создана, да, но она требует, конечно, дальнейшего развития. Нельзя стоять на месте, потому что, ну, оно и не стоит на месте, да. Тут речь идет о том, чтобы формировать более содружественное взаимодействие. Ну, вот, как на примере с эндокринными гинекологами, они, ну, я не хочу никого обидеть, да, но они, вот, в эндокринной психосоматике самые, как бы, да, продвинутые, потому что они, как бы, четко понимают, что без них, без их направления к врачу-психиатру, да, они не смогут помочь женщинам, да, и, как бы, здесь очень важно, ну, в дальнейшем развивать вот это направление, да, чтобы вот эта осознанность и у самих врачей тоже больше доверия, может быть, да, тоже было к врачам других специальностей. А как сегодня развивается это направление в вашем центре? Развивается активно, востребованность большая, да, пациенты могут и просто обращаться, как бы, к врачам центра в разной, в разной последовательности, как удобно, либо есть чекапы, да, очень удобная форма, когда можно, там, за полдня пройти все обследования и всех врачей. То есть здесь, ну, как бы, все сделано для пациентов, да, чтобы они получали такую, ну, квалифицированную многоградную помощь. Хочется пожелать, чтобы действительно врачи всех специальностей, которые участвуют в лечении, в изучении, лечении эндокринологии, действительно сотрудничали с психиатрами, что позволяло бы делать жизнь наших пациентов лучше и легче. Спасибо вам большое. Спасибо большое. Спасибо.